Музыка Уже завтра утром мы улетаем в Будапешт Сегодня последний день в Москве Иду в Старбакс по традиции зарядиться новогодним настроением Доброе утро! Все спрашивают, почему у меня утро начинается со Старбакса Типа не задолбал ли меня кофе и так далее Старбакс по утрам это не то, что прям вот я так жестко на кофе сижу Поэтому не могу утро провести без него Старбакс по утрам это именно атмосфера Тем более сейчас, когда там с ноября все в рождественских каких-то украшениях Играет такая музыка новогодняя Там типа Фрэнк Синатор Вот в этой атмосфере очень классно работается по утрам И именно провести там буквально полчасика утром Это какой-то такой заряд на целый день Плюс наблюдаешь за людьми, за какими-то параллельно занимаешься работой Это вообще как-то меня мотивирует Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, Цюриха мы знали, маме на каникулы заехали И наше путешествие уже начинается в аэропорту Внуково После Цюриха очень важный момент возить с собой ролик Что-то мне не кистится Настоящий стилист Мы походу приехали раньше, чем началась регистрация Мы как всегда перестраховываемся, чтобы успеть в аэропорту поесть сырники традиционные Цюрих просто часть себя отправил вместе с тобой А ты пытаешься его оставить на родине Совершенно идиотская авиакомпания Сначала мы наблюдали, как у людей с таким специальным турникетом измеряли размер ручной клади Просто вот если рюкзак немножечко набухал и не влезает туда, значит это уже типа проблема Нужно либо доплачивать, либо еще что-то В итоге у них что-то в правилах изменилось Где-то на сайте, причем мы посмотрели, то есть до 32 килограмм Теперь до 20 килограмм у нас Теперь доплата за каждый килограмм Что-то там порядка, по-моему, 10 евро Полетели сюда не аэрофлотом, потому что не было билетов А полетели авиакомпании Свиз А, Виз, не Свиз Свиз это еще хуже, Свиз вообще багаж не доехал Самый прикол, то что даже не 23 килограмма, как обычно В 23 еще можно было бы как-то стреском уместиться А здесь 20 килограмм То есть мы просто в жизни никогда у нас не было 20 килограмм У нас всегда минимум 22 где-то получалось Даже когда мы пытались как-то налегке куда-то полететь Виз авиакомпании, это прям не про нас теперь Чудом прошли паспортные контроли все досмотра Потому что оказывается у нас нигде нельзя снимать И меня попросили типа удалить там какие-то кадры В общем никаких табличек, нихера нет Но снимать у нас нигде нельзя Я же ей возразил Я такой говорю типа, а чего снимать-то нельзя Она такая вторую зовет там какую-то там Надя, обшмана его Ну-ка посмотри, что у него там на фотоаппарате Пусть все удалит там, все записи Вообще все вокруг в аэропорту спят Кто-то забыл где-то на стойке паспорт Кто-то забыл рюкзак Кто-то забывает постоянно вещи И об этом обо всем каждые 3 минуты буквально объявляют Ну вообще не ориентируемся во Внуково Но с едой здесь вообще большая беда Никакой кофемании Зато есть вот такая прикольная штука Сырнички, сырнички, сырнички Ты как Славик выглядишь Славик, давай дилемму свою Этого человека за один из колонков, блядь, играет Меня радуют люди такие непосредственные Которые с колонками, с портативными Ходят просто по улицам слушают Но обычно это подростки-малолетки А здесь здоровый мужик слушает Какой-то скутер, блядь, какую-то хероту И просто у нас под ухом стоит А вы никогда не задумывались, что по музыке, которую вы слушаете Можно понять ваш год рождения? Яна не любит чужую музыку Человек в дискотеку ушел из шоколадницы Стало грустно всем Я не понимаю таких дебилов, вот честно Не могу понять Может это весело, здорово Но почему-то вызывает только негативные какие-то эмоции Ну ладно, на улицах Молодежь, какая-нибудь идут, рэпчик слушают С колоночек, всем весело Окей, могу понять Даже если это происходит где-то на Новом Арбате Или в каких-то людных местах Когда человек задержался в этом возрасте Он лет сорок, наверное, ему Просто у него играет этот гребаный скутер Я думал, что он вообще уже не живой давно Но он будет жить вечно в этой колонке у этого человека на поясе Я всячески пытаюсь сейчас оправдать, но не могу Мы не можем его оправдать Так, он идет Крышки в шоколадницу Буквально 15 минут назад Было битком И все официанты были заняты Все столы Сейчас осталось все один Такое ощущение, как будто все рейсы вылетают в одно время Потому что мы приехали Аэропорт был полный Сейчас аэропорт пустой Жень, капюшон одень, говорю Жень, бегом Сейчас домой поедешь Капюшон одень Жень, ты охренел? Жень, либо одевай капюшон, либо я не знаю, что чувствую Жень, либо я не знаю, что чувствую Стал, русский бюджетivь и капюшон, либо я не знаю Чайный Чайный В конце концов тайн, держите Субтитры делал DimaTorzok Ну такая стандартная Европа В принципе, как она и везде, ничего такого Никаких пальм нет Короче, первые впечатления пока такие Просто вот как будто мы приехали в Будапешт Погода очень кайфовая Прям вообще солнышко светит Идеальная такая температура для тех вещей, которые я взял А вот и все Вот мы выходим из аэропорта И в принципе ничего особо и не видим Если у нас осень уже перешла в стадию зимы То здесь осень прям вот в самом идеальном ее проявлении То есть листва желтые у деревьев Солнце прям вот греет И пахнет гуляшом На самом деле пахнет осенью Как будто за город выехал, куда-то прям мукат пересек Хорошая погода сразу после Москвы И все отлично Запах Подмосковья Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мы наконец-то приехали в Будапешт Тот самый, который находится в Венгрии, как оказалось Повсюду в воздухе прям буквально пахнет мясом всеми его видами Потому что кухня венгров славится именно мясными блюдами Это моя жена Буквально вот все вокруг отеля натыкано какими-то местами Всякие кебабы, какие-то блюда, вот эти вот гуляши и прочее То есть все с добавлением мяса Но я даже сейчас не преувеличиваю, если скажу, что в воздухе реально запах каких-то мясных блюд Для вегетарианцев, наверное, это не очень приятно И она сразу по магазинам Как Будапешт? Не смотри, тебя штырит тут Какая-то красивая башенка, мы скоро поймем, что это и расскажем вам с умным видом Здесь холоднее, чем я думала Да ты бы могла и парку свою одеть меховую И парку, да И тебе бы не было жарко, что самое интересное Парка классная, я вижу Короче, я сейчас как-то жалею, что это не в села Ничего страшного Хотя некоторые чуваки реально ходят в шорты Какая-нибудь уточка сверху, не знаю Или они странные, или я странная Кто интересно? Попробуем разгадать за эту поездку Они, они, определенно они Пошли, пошли посмотрим, что-то по улице С чего начинается наше любое путешествие Это с того, что нужно поесть в этом городе И сейчас мы приехали в один из самых старейших ресторанов Будапешта Ресторан называется Гундаль Или Гундаль Он, по-моему, в начале 19 века был создан Ресторан Гундаль был основан в 1894 году Вот так здесь красиво и все по-осеннему Все улочки, архитектура Мне очень сильно напоминает почему-то Париж сейчас Прямо вот все, что мы проезжаем Около каждого места хочется остановиться Что-то рассказать, сфотографироваться Все красоты мы проехали ради еды Сейчас, я надеюсь, мы попробуем наконец-то гуляш И еще в этом ресторане изобрели Блинчики с какой-то там начинкой Там с какими-то орешками, по-моему, еще чем-то Блинчики Гундаль, они так и называются 190 лет назад были изобретены Сегодня уходим в Чревоугодие И чтобы вы понимали, где находится этот ресторан Вот позади меня Вот это беленькое, это зоопарк Будапешта И вот это вход в ресторан Так, в этом ресторане была Королева Елизавета Папа Емский Кто еще из таких, прямо кого мы узнаем сейчас? Ну, это Джордж Буш Старший Это премьер-министр Виктор Орбан Это Егор, я вас сразу представлю Мы еще не раз с ним увидимся в этом выпуске Я думаю, говорить будет больше он, чем мы Поэтому Егор нам рассказывает сейчас Про венгерский гуляш? Да, что такое гуляш настоящий Венгерский гуляш это суп Это не подлива мясная к макаронам Как мы привыкли Да, 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 как привыкли в России Это именно суп, то, что в Европе называется фик-суп Толстый суп Не кремовые вот супы Где просто водичка с чем-то перетерли А это то, что в России называется суп Наваристый суп Наваристый суп с кусками мяса Кусками картошки Что еще? Вот прям вот какой-то самый топ Венгрии считают достижением своего народа Венгерскую муху халас Халас Опять же, не похоже ни на какую муху, которую мы привыкли Из десертов есть такая шамойская галушка Это сладкое пирожное с большим количеством разного крема Очень нежное, пропитанное Иногда очень таячное, иногда амаретто, возможно А вторые блюда в Венгрии едят мясо в основном свинином Ну и говяжьи тоже Свинина, я считал, здесь мясо номер один Прямо синонимом слова мясо Слово мясо, да Да, и у них миллион блюд в каждой застройке В Венгрии очень медленные ребята Это не значит, что они глупые, да, я хочу сказать А именно медленные Больших дел больше одного в день не планировать То есть, если, например, им надо куда-нибудь пойти Какие-нибудь, не знаю, документы там что-то сделать Это будет одно дело в день Может, в два дня Вот они никогда не бегут На дорогах никто никого вот прям с подрезаниями, визгами не обгоняет Здесь никто не гудит никому Нормально Ну а что такое необычное? Вот, допустим, ты приезжаешь, и тебя шокирует Что вот в России такого вообще точно нет Вот что уделить у иностранцев? Ну, например, если где-нибудь в магазине Или там на почте Или еще где-нибудь вы попадаете в очередь И вы видите, как впереди стоит женщина И она общается с кассиром Ну или там с клерком И она может просто вот пять минут Причем я немножко понимаю венгерский А не о погоде Немножко о том Немножко о сём О том, как здоровье сегодня Что вот что-то там спину ломило с утра пожилая уже женщина И вся очередь Хоть бы кто когда сказал слово Никто никогда Все, окей, достают смартфоны Или просто думают о чем-то своем Никто не говорит У меня там Сколько? Подгорает Венгрия гораздо более Прям гораздо Не на полсантиметра А на года Отсталая В технологическом плане От России Например То есть интернет здесь Плохой и медленный И дорогой То есть такой, который был в России Лет 12 назад То есть С модемом? Не, ну не с модемом, конечно Выделенные линии Но если вы видите На своем смартфоне Здесь 3G То это значит Что почту вы посмотрите А вот, например Поговорить по WhatsApp Может и не всегда удастся Может писаться 4G даже Скорость может быть Довольно низкой У вас когда-нибудь ЛТ появится? Официально это все есть Это просто Технологически не развито Фуагру надо упомянуть Да, в Будапеште Фуагра считается Фирменным герским блюдом В любом ресторане Ее обязательно готовят Со сладким яблоком Печеным, например Вкус необычный И очень вкусный Фуагра такая еда Она либо кому-то Очень нравится Либо не нравится А может быть из какой-то Из уличной еды Вот что здесь популярно? Это ламгош Лепешка Из теста Которое в России Называется для беляшей Которое такое Мягонькое Паралончик Масляное Да-да-да Оно скользкое Если его раскусить Вот такая лепешка Очень тонкая Ее мажут Сметаной И посыпают сыром Ну естественно Горячую И поэтому сыр Плавится на горячей сметане Немножко чесночка Или масла Оливковое С чесноком Тоже довольно жирно Но очень вкусно Вот просто Убийственно вкусно А есть сладкий фастфуд Он называется Кюртеж-калач Сейчас он уже проник В другие страны Есть в Праге Многие, кто В Праге были много раз Приезжают сюда И говорят О, это же пражская Колбаску из теста Берут Такую Деревянную Как бы палку И ее так Обматывают Этой колбаской Раскатывают И в печку засовывают И там пекут А потом снимают Соответственно С палки Получается Как такая Трудка Пружина такая Из сладкого теста Ее обваливают В ванильном сахаре Или в корице Или в кокосовой стружке И получается За ними на пружинками идут Это такие Большие Они могут вот такие быть Тут же на ваших глазах Это накатывают Очень вкусно Здесь есть что вкусно Покушать И на улице И тем более Конечно В ресторанах Здесь практически Молекулярная кухня Судя по объемам Да, так что здраво нас Пугали Нет, ну это же Вы стартеры заказали Сейчас я буду дегустировать Вот это Не знаю, что это Судя по зеленкам Это оливочки А я буду дегустировать Все на видео Я потом В маке посмотрю Здесь Та-ра Или на украинском Угорщина Угорщина А у вас Не с Украины Я такая Откуда я это знаю Нет, это фильм О чем говорят мужчины В общем, это ресторан Венгерской кухни Как мы поняли Для худеющих То есть порции Очень маленькие Не по-венгерски Маленькие То есть если гуляш Обычно должен Был быть Чуть не с горочкой Вот эта вот тарелка Которая у меня Внизу То есть сейчас Это такая обычная Штучка Из которой мы кашку Идем по утрам Это фоагра Да, вот это блинчики Которые изобрели 190 лет назад Гундали Гундали Все, оказывается Это Мишленовский ресторан С 2015 года Ну, знаете, что я вам скажу Я пост когда-то писал Про Мишленовские рестораны И могу сказать В принципе Атмосфера, да Но Какого-то прям Супер восторга От кухни нет Ну, вообще В таких ресторанах Человек Потребляет не просто еду Он потребляет историю Атмосферу Я в этом плане Просто такой Скептик От кухни Потому что для меня Самое важное Это вкусно поесть Не важно где Сколько там звезд И обычно Когда мы ходим Куда-то в Мишленовский ресторан И все так рассказывают Восторженно А потом приходишь В ресторан И ты такой Черт, блин А почему Короче, я теперь хочу Гуляш еще раз Перепробовать В другом месте Обслуживание здесь тоже Прям, знаете Не сказать вау То есть постоянно Что-то забывали То чай принести То еще Что-то счет несли Там фиг знает Сколько мы заранее Вместе с десертом Его заказали Типа Мишленовский ресторан Какая-то высокая кухня Ну фиг знает Подача Ну фиг знает Не сказать, что что-то красивое Вот, например Юле принесли рыбу И она как-то очень странно Выглядела Какой-то морковкой стоячей Стоячей морковкой Ключевое слово Я бы советовал Пойти именно туда Куда ходит местная Я надеюсь В это место Мы еще обязательно попадем И перепробуем Все эти блюда Потому что На мой взгляд Они Ну такие И с четверочек на троечку Я бы сказал Как вы видите В ресторане мы досидели До вечера Уже стемнело И идем сейчас На нашу первую прогулку По городу Тогда, когда Соответственно Уже темно К сожалению Показать я вам мало Что смогу в этот раз А вот это барчики на колесах То есть там сидят ребят У них горит свет Там есть пиво Вот на этой вот тележке Они все крутят педали И за счет этого едут А кто-то один там управляет Да, получается? Да Ну заткнитесь вы Я про вас рассказываю Такие классные Короче, вот так вот Они едут И пьют пиво Хочешь пить пиво Крути педали Называется Вот Филипп Киркоров Поехал В Кудапеште Очень низкий уровень преступности Она практически Здесь отсутствует И если Не дай бог Что-то Какое-то убийство То говорят Прям об этом Весь город Будет говорить Во всех новостях Во всех газетах Плюс Венгрия считается Одной из самых Мононаселенных стран 95% населения Это венгры Как это неудивительно Наверное, здесь создают Такие условия В которых иммигранты Просто как-то не задерживаются Мне кажется Это всех устраивает На 100% Вот это 7 правителей Которые пришли с Урала И создали Венгрию В 9 веке У венгров есть Уральское начало То есть По сути Венгрия это мы Подмосковья Очень рада Есть ситуация Здесь практически каждый ресторан И каждая какая-то забегаловка И фастфуд Который мы проходим мимо Каким-то образом связан с мясом Либо это какой-то стейкхаус Либо это всякие гирсы Шурма И так далее Русский Наша Это типа русский Домой Водопер Видите, ходят самые длинные В мире трамваи Длина которых достигает Примерно 50 метров Вот если я не ошибаюсь Вот это именно Вот этот трамвай Это не тот трамвай Это не 50 метров Метров 40 был примерно Здесь так все киношно Вот прям вот здесь Город создан Для того, чтобы здесь Снимать фильмы Какие-то клипы Посмотрите на эту улицу То есть небольшая такая дымка От вот этих вот фонарей Здание парламента Вот здесь трамвайная остановка Находится 33 вида архитектуры Посмотрите, какое место Для съемок какого-нибудь клипа Или просто проходочки человека По этой улочке Жаль, меня некому снимать Мой досуг есть Пристальный поиск И как точный компас Есть мой вкус Интересный, крепкостный, усердный розыск Подборка афоризма Уверит нас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok